Всем большой трям, с вами Грини и мы продолжаем играть с вами в RimWorld Hardcore SK. В прошлой серии мы тут, как видите, отбились от большого количества животин и сейчас разживёмся, соответственно, огромным количеством мяса. Надо сейчас закончить нам оборону вот здесь. Кстати, у нас Моам там что-то подсвихнулся Малёхом, но ничего страшного. Значит, подзакончить оборону и заняться наконец-то гидропоникой. Естественно, мы там будем не ганджубас выращивать, а будем выращивать там, наверное, рис или что-нибудь типа этого. Посмотрим. Единственное, что ещё нам надо сделать, нам надо будет сделать, наверное, где-то вот здесь компостную яму, чтобы изготовить удобрения. Селитра у нас есть, пепел у нас тоже имеется. В общем, всё хорошо. Так, Лигуа. Мог бы, честно говоря, лучше взять и перенести всё это дело, а не таскаться неизвестно куда. Наконец-то у нас здесь в предбанничке в нашем появился свет. Я уж думаю, этого никогда не случится. Кстати, давайте вот здесь мы стену тоже сейчас заменим на нормальную. С булыжничками у нас тут не сказать, что всё хорошо, не сказать, что всё плохо. 600 штук у нас есть. Затмение. Ладно, затмение нас не сильно парит. Надо сделать ещё, кстати, стволы. Вот что я думаю. Надо сделать ещё винтовочку. Детали у нас тут вроде как, наверное, есть. Да, винтовочный компонент у нас как раз один имеется, поэтому я думаю, что проблем у нас не будет. Гринни сейчас вполне себе может исполнить... Так, не-не-не-не-не, дожди секунду, что такое? Детали винтовки, исходный материал. Ну ладно, исходный материал ты можешь вытащить, дробовит нам не нужен, в принципе. Чё-то нас не хватает явно на винтовку. Пластик 20, металлы, их сплавы, 22 кожи. Так, а чё не хватает-то? Винтовочный компонент есть, пластик 20 имеется. Во, начал собирать, нормально. Моам упал в обморок от истощения. Молодец, ё-моё. Я бы даже сказал, наконец-то. Так, как успехи, Гринни? Когда ты нам сделаешь нормальную винтовку? Надеюсь, что прямо сейчас. Нет, стандартная получилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ладно, Гринни, займись иди строительством. Надо завершать его. Но, похоже, у него какие-то свои планы есть. А Маврик вообще непонятно, чем занимается, потому что он что-то вообще ничего не готовит. Только развлекается, засранец. Так, космический добытчик у нас появился. Давайте посмотрим, что мы можем ему продать или у него купить. Так, комбезы нам никакие не нужны. В общем-то, ни черта у него нету для нас полезного. Единственное, что можно купить, это песок. Песок купить. И вот, давайте гранитные блоки продадим, блоки известняка продадим, чтобы они у нас места тупо не занимали. И что тут еще можно продать-то? Илюминитная руда нет, естественно. Никелевая руда тоже, естественно, нет. Сырая нефть маловато. Синтетический аммиак. Ребят, парафин можно продать, в принципе. Ну вот, как раз остались в нули вышли. Да, пожалуй, вот так вот будет у нас. И тут еще торговец к нам какой-то пожаловал. Опа, есть, есть, ребята. У нас вектор появился, значит, в нашей колонии, решил с нами остаться. Есть ли у нас тут свободные комнаты-то? Свободных комнат нету пока. Печалька. Кстати, вот эту кровать надо бы переставить. А что у нас там вектор умеет? Значит, ни черта вектор не умеет. Вектор умеет быстро бегать, судя по всему. А в остальном абсолютно бесполезный товарищ, который у нас будет заниматься всякими принеси-подайкинами. Так, оператор, естественно. Нет, это все мы убираем. Так, охотники нам не нужны, строители нам не нужны. Вот ремонтник пускай будет. Хотя ремонтник из него тоже как из говна пули на самом деле. Поэтому давайте мы его на носильщика отправим. Носильщик и пускай ремесленникам будет время от времени, когда это будет удобно. Кстати, вот еще что. Давайте его поставим таки на строителя, но на четверку. И здесь тоже на четверку. Можно, во всяком случае, его в кровати отправить, перенести, потому что, в принципе, с этим он точно справится. Здесь он сломать-то ничего не сможет, поэтому нормально. Гриня, иди вот эту... Так, что такое? Почему нельзя? Что нельзя? Нужны материалы. А что, не хватает? Не хватает резины, да? Нету. Резины нету. Пластик имеется. Ну, теперь хотя бы с заправками, переносками и прочим безобразием у нас не будет проблем. Так, психоз прячется в собственной комнате. Ну, здесь все как обычно. Так, иди кроватку, закончи. В этой комнате пока может поспать наш товарищ. Эргономика третья сделана. Это значит, что мы можем сделать мультианализатор, если не ошибаюсь. И телекоммуникации мы следующими начинаем заканчивать. Что там требуется для мультианализатора? И где он у нас вообще есть? Здесь он, наверное... Да, вот мультианализатор. Долбанутся. Давайте из алюминьки его сделаем. Поставим его вот сюда. Гриня, закончишь кровать, пойдешь делать мультианализатор. Вечеринка! Ну, да цело дома. Все на вечеринку. Гриня решил, правда, забить на это дело. Так, вот этих тушканчиков надо бы тоже перенести на склад. Давайте их отметим на переноску. Глядишь, у нас им сейчас и займутся по-быстрому. И вот это дело тоже надо на склад отправить. Так, ты не хочешь... Во! Тоже решил в вечеринке поучаствовать. Нормально. Мог бы заодно и поесть на вечерине-то. Че? Во, правильно, молодец. Вот это нормальный расклад. Сейчас бы музычку врубить, и все окей. Стол нам надо новый уже ставить. Этот стол маленький, конечно. И вот это дело надо отсюда убирать. Простой научный стол нам больше не нужен. Так, вечеринка закончилась. Сарана. Блин, вот вы гады. Только вас тут не хватало. Кто у нас там хороший стрелок-то? Мам. Нет. Так, так, так. Давайте док отправим сюда. То они нам сейчас тут все пожрут. Так. Не, употреблять труп точно не надо. Твари какие, а? Кто там рычит? А, господи, не надо меня так пугать. Так, вроде со всеми саранами разобрались. По-моему, с торговцем как бы капец. Видимо, из-за температуры воздуха. Я не знаю из-за чего, но им как-то поплохело по ходу дела. Так, что мы можем тут запродать? Мы можем продать всякие шкуры, ненужные нам. Давайте посмотрим, что мы можем купить для начала. Купить мы не можем вообще ничего, потому что у них нет ничего полезного для нас. Совершенно ничего. Конопля вон только. Но конопля нам как-то, наверное, не сильно полезная. Давайте продадим шкуры, которые нам не нужны. Значит, крыса. Зачем нам нужна крыса? Ни зачем она нам не нужна. Продаем. Что-то как-то ценники какие-то очень сильно смешные. Нет? Или мне кажется? Шкура барана, горного козла. Мало денег дают. Немецкой овчарки продаем. Индейки продаем. Казуара, медведя продаем. Альпака, арктической лисицы. То, что по мелочи, все продаем. Это нам нафиг все не нужно. Потому что нужны большие, большие цифры. Когда там что-то, допустим, какое-то оружие делаешь или еще что-то. Так. Все это мы загоняем. Кстати, шкура огра у нас тоже, я смотрю, почти закончилась. Давно эти ребята к нам не заходили. Ну, на 500 монеток мы закупились. Дог, кстати, сразу монетки забери. А то, мало ли, они притырят все это дело. Знаем мы их. У пырьков. Ну что, потихонечку колония у нас растет. Все путем. Так, что у нас здесь? Практически отдохнул. Надо, чтобы он закончил там всякие двери и прочее безобразие. Давай, вот это вот закончи, пожалуйста. По-быстрому. Так, Гордон убит взрывом. Самоубийство заключенного. Короче говоря, он вынес себе мозг, по ходу дела. Погиб невиновный пленник. Нормально. То есть, этот козел покончил жизнь самоубийством. А у меня из-за этого дебаф. Отличная тема. Че? Давайте сюда мы поселим Вектора. Надеюсь, он не против жить там, где только что покончили жизнь самоубийством. Так. Назначить Вектором. И здесь надо стеночку еще закончить по-быстрому. Да, нам надо пару-тройку строителей. Тогда будет намного все лучше и быстрее. И давай вот сюда вот Арбайтон. Мультианализатор. Нам надо сделать медицину нормальную. Ну, хоть настроение у всех более-менее ничего. Кто радует? Так. Вот тут вот надо, мне кажется, все под крышу убрать. Область крыши вот таким вот образом. И надо закончить бы вот здесь вот линию обороны. Тоже неправильно то, что у нас сейчас тут творится. Давайте амбразуры из железобетонных блоков. И здесь вот двери стальные. Правда, у нас, я смотрю, некоторые трудности тут возникли. Так. Давайте мы сделаем еще немножко стен. Вот так вот, вот так вот. А дальше мы стену пускаем просто тупо вот так. Что у нас тут с зоной, кстати? Зона база. Да, зона база у нас тут все это включает в себя. Отлично. Надо сделать еще, значит, бетон. А, бетон у нас, в принципе, и так есть. Железобетон нам надо сделать. Сейчас его Лигуа сделает. Кстати, почему Лигуа? Интересно. Девки пляшут. И стали у нас нету. Вот. Иди займись, Сталюб. Анализатор у нас практически готов. Отличненько. Отличненько. Значит, так, коэффициент скорости исследования плюс 15. И сейчас у нас исследуется телекоммуникация. Это, конечно, замечательно. Но нам надо бы сделать, на самом деле, медицину и госпитали. Бионика первая. Так, госпиталь. Вот он. Теперь можно имплантировать натуральные внутренние органы. Отлично. Вот что ты будешь у нас изучать в первую очередь. Так, вот здесь у нас еще дверь не закончена тоже фигово. Так. Атака. Так, враждебные аборигены расположились поблизости. Нападают скоро. Ёшкин ты кот. Как вы надоели. Вот реально не дают совершенно, не дают работать вообще. Ну, отличненько. Значит, перезарядка. И ждем вражину. Все, понеслась. Уже снайперы работать начали. Ну, все. Здесь недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Ее обугленную тушку нашли тимуровцы в кустах. Короче говоря, здесь мы разобрались. Теперь надо бы посмотреть, что у нас тут есть по ребяткам. Психическая вялость, самоуверенность, простая работа. Нам нужен строитель. И, в принципе, еще один принеси подайкин нам тоже не помешает. Гомосексуальность. Это не то явно, что нам нужно. Так. Что-то они какие-то вообще все упыри. Ну, принеси подайкин. Может быть, из нее и получится. Во. Во. Так. Строительства, правда, нету. Подтянутость. Идеальное тело. Отлично. Ребята, вот этот товарищ нам подходит. Что у нас, значит, здесь? Назначить заключенных. Док. Захватывать вот этого Козупаса. И посмотрим, что тут у нас еще есть. Блин, медлительность. Да что ж такое-то? Ревность. Вот этот товарищ тоже нам подходит. Давайте, Вектор, пойди захвати товарища. Двоих попробуем еще взять. Так, Легуа, ты от кого убегаешь-то? Ссышься, что ли, когда страшно? Так, ну, конечно. То есть, перенести вот его и пожрать за столом, конечно, не судьба, блин. Упых смешной. Заморозки. Наступили холода. Так, чем у нас занимается Грини? Грини занимается не пойми чем. Так, значит, узник здесь вербовать. И здесь тоже вербовать. Надо нам сделать сразу же здесь столики, чтобы все было красиво и офигенно аккуратно. Давай, давай, строй. Да, у нас нет явно проблем с едой. Совершенно никаких. Надо будет единственное, что от жуков скоро отказываться, наверное. Они нам уже не в тему. И надо нам перенести консоль связи вот эту все-таки вот сюда. Потом мы вообще тут переделаем это помещение. Уберем вот это все дело. Потому что я хочу здесь вторую морозилку поставить под жареное мясо. Грини, да делай уже стол, а потом будешь заниматься там спать, что хочешь делать. Элементарные вещи никак закончить не можем. И по идее нам бы еще один повар, наверное, пригодился бы. Потому что один, мне кажется, уже фиг справится. Черт, инфекция, заражение. Блин, вот дерьмо. Ой, опять переставлять кровати. Давайте переставим. Господи, что же делать-то? Так, о, он сам выбрал правильную кровать. Молодца, молодца. Хочет жить, сразу видно. Так, обморожение. У него гипотермия серьезная. Етишки на жизнь. И у тебя тоже, что ли? Блин, а? Вот как я этого не заметил-то? Ладно, давайте костры. Сжечь костры. Так, что у нас с температурой здесь? Минус пять, минус восемь. Да черт побери, а? Мало, мало костров по ходу дела. Вот теперь все хорошо, я думаю, да? Как у нас тут с температуркой? Я думаю, что должна вверх пойти была. Как вы до меня дошли-то вообще, блин? Такие задристики. Во, да, все, гипотермия уходит. Отлично. Правая нога отстреляна. Да етишки на той жизни. Как я этого не заметил? Печаль, беда. Простой протез давайте сделаем. Так, Харриет. Не можешь. Почему не можешь? Что не хватает? Значит, резина 15, пластик 25. Ну, этого нам, как всегда, просто вот буквально, буквально всегда нам этого не хватает. Значит, теперь нам нужен пластик. Все, пластик мы сделали, и сейчас сделаем протез еще один. Так, как у тебя, значит, у тебя проблема только со здоровьем, ой, с ногой. Так, здесь тоже все хорошо насчет кровати. Голодание в Харриет, да? Блин. Харриет. Ну, ладно, давай, ты закончишь сейчас? Блин. Если тебя прервать, то ты потом бегать задолбаешься. Плохое настроение. Ну, надеюсь, что ты успеешь сделать все, что надо, до того, как сойдешь с ума. И мне кажется, что вот этот вот станочек надо ставить в мастерской, на самом деле. Так. Маворик. Играет в шахматы, мать его, блин. А готовить-то кто будет вообще? Ты занимаешься готовкой хоть когда-нибудь вообще? Обморок какой-то. Так, ну, вроде как у ребят все в порядке. Так, а тебе можно операцию-то сделать? Установить? А какой у тебя ноги-то не хватает? Правой ноги, да? Простой протез ноги, правая нога. А, нету мед... Подождите, у нас есть медикаменты. Нормально. Сейчас мы разрешим вот так вот делать. Так. Что, док, можешь провести операцию? Сейчас посмотрим. Чего она ему отрежет, точнее, ей в процессе. Смотрите-ка, ничего не отрежет. Она только своих калечит, я понял. Так, тут у нас что? Железобетонных блоков дофига. И в чем проблема? А, все. Ни в чем проблема. Нет проблем. Грини как раз занимается вовсю. Так, самоубийство заключенного. Мать-перемать, а кто? Да что ж вам всем не нравится-то, ятишкина ты жизнь, а? Как так можно-то? Теперь у нас опять дебаф, да? Погиб невиновный пленник, блин. Хрена себе, невиновный, блин. У него все условия вообще. Все условия. Нафига он покончает жизнь самоубийством? Я понять не могу. Рад и доволен всем вообще по жизни. И, блин, бабах, выстрел в голову. Офигенный расклад. Что, замечательно. Так, железобетонных блоков вот здесь вот. Давай уже строительством занимайся, поганец. Угля до дури. Так, охотник без оружия. Хоть кто-то. Ну, наконец-то. Наконец-то. Давайте здесь пока мы выключим все это дело. А это мы вообще разберем. Иди правильно одевайся. Сейчас я надеюсь, что ты найдешь себе что-нибудь нормальное, чем... Во что можно одеться. Давайте посмотрим, проверим, проконтролируем, так сказать. Минимальная комфортная температура. Так, 27 у док и у амбас. Чего вы одеваете, придурки, в жизни? Так, шкура. Так, это какая-то фигня вообще. О, господи ты, боже мой. Ладно, давайте сделаем, значит, склад вот здесь вот небольшой пока. Вот такой вот. И сюда мы поставим пуховики. Пуховики. Качество, значит, от, значит, стандарта и выше. И сделаем хотя бы пару-тройку пуховиков. Что еще нам остается делать? Вообще не дают нам нормально работать и нормально развиваться. Все время какие-то проблемы. Кстати, амбас, что у тебя там, значит, кто ты у нас будешь? Ремеслон, ремесленник ты будешь. Вот кто. Значит, окей. И строитель нам теперь нужен еще. Шахтер в топку. Вот, значит, ремесленник, портной, там все дела. И все остальное на троечке. Так, а кто у нас? Док у нас занимается наукой только исключительно. Ну, окей. Так, тренировать медицину давайте на двадцаточку. Даже, ну, так, вот так вот. И отправим туда компса. Нам нужен второй врач, более-менее адекватный. Так, восемь. Маловато. Маловато будет. Так, хорошо. Убираем это дело. Пускай они все это на склад перетащат. И Гринни у нас ничего не хочет делать, собственно. Ничего не хочет разбирать. Он хочет спать, зараза такая. Давай, разбирай все. Железобетончик у нас пока имеется. Амбасу нужна, значит, кровать, где пока можно жить. Так, давайте переставим медицинскую сюда. А эту пока уберем с заключенных. А то бедняги негде спать. Ремесленника надо куда-то вот сюда вот определить, мне кажется. Но надо, надо новую комнату еще делать. Блин, и где их делать? Эх, ех. Вот здесь вот комнаты мы так и не сделали. Ну ладно, давайте вот здесь тогда сделаем комнаты. Стена из мраморных блоков. Здесь у нас еще две комнаты вполне себе поместятся. Значит, что у нас там по булыжникам? Булыжников у нас дофига. Так что можно сразу же замостить здесь все мрамором. Вот так. И вот так вот. Единственное, когда до этого всего дойдут руки нашего бедного строителя Гринни. Хотя что это он бедный-то? Ни черта не делает. Оборону доделай, зараза. Метает подковы. Офигеть, какое занятие нужное. Осада. Ребята, вот это проблема. Братья Кровавой Луны. А, да в принципе нифига это не проблема. Сейчас посмотрим, кому дать лазерную винтовку. Лазерная винтовка плюс этот самый. Плюс снайперская винтовка. И нет никаких проблем. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут умеет стрелять максимально хорошо. Может новенькие какие-то появились. Маврик и Моам, да? Лучшие стрелки. Маврик со снайперкой. А Моам... Вот сейчас Моаму и дадим, кстати. И пойдем сейчас наведем шорохом. Что-то вы как-то там не очень хорошо разместились. Мне не нравится. Ладно, давайте тогда мы сейчас остальных тоже подтянем сразу. Вот сюда куда-нибудь. И встретим их вот здесь. Вот пускай они там ломятся куда хотят. А мы их тут встретим и разберем на запчасти. У нас есть дальние стрелки. Так, Моам... Выстрел. Ах ты, гаденыш. Так, кто там лупит-то? Кто там такой хитрозадый? Ах ты, черт! Моаму засандалили. Мощно засандалили причем. Так, ты там целиться можешь? Нет? Не можешь, похоже. Ладненько. Давайте, ребята, сюда, вперед. Прорываемся. При поддержке снайперов. Так, вот ты скотина, а! Стрелять! Какой-то слишком меткий, блин, товарищ. Так, ну в пулеметчика вроде попали. Кстати, смотрите, там пара пулеметов. Очень даже неплохо. Все. До свидос. Сейчас будем безнаказанно фактически их расстреливать, потому что дальних бойцов у них выбили. Мама только ранили. Вот нехорошо, на самом деле. Грудина вырвана? Нифига себе! Ладно, давайте, мама, мы отправим лечиться. И док, кстати, отправим туда же, домой. Так, Маворик. Кто там? Кто там пытается поливать? Главное, куда? И с какой целью? Принцесса, блин! Анастасия, е-мое! Спокойной ночи, принцесса! Так, ладно, ребята, прорываемся вперед. Прорываемся вперед вот сюда. Уходим, уходим. Так, Комс, подходи сюда. А, Комс, фиговая идея. Давайте, Легуа отправим с винтовкой. Так, начинают штурм поселения. Да с чем вы там и вот начинать собираетесь, ребята? Они спасаются бегством, короче. Все. До свидос, парниши. Опять у нас 80-миллиметровый, значит, миномет. Пара пулеметов. Ребята, вот это, вот это суперрасклад, на самом деле. Мне нравится. Пулеметы можем поднять? Я думаю, что можем. Перенести, перенести и перенести. Это меня больше, пулеметы меня больше волнуют, на самом деле, чем минометы. Так, Маврик, давай, перенеси, конечно, минометики пригодятся. Тут можно целую батарею, в принципе, сделать. У нас уже две штуки есть. Можно целую батарею сделать. Прикиньте, залп там пять минометов. Это просто в кашу. Даже в 80-миллиметровых. Я думаю, что во дворе мы здесь вот сейчас сделаем. Ну, не сейчас, а после того, как закончим с обороной. Так, док. Док, почему ты... Так, занятым ААМ. А, его уже вылечили, да? Как у тебя там обстоят дела? Пулевое ранение. Нормально. Пятидесятого калибра ему засандалили. Так, давайте Вектора с Амбасом отправим. Давайте вперед и с песнями. Тащим детальки. Потом еще надо будет тащить снаряды. Лигуа, давай... Так, почему некуда переносить? Ох ты, ё-моё! Ребят, посмотрите, что у нас тут творится вообще. Это жесть. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем вот эту вот консоль связи. Ту мы сейчас разберем. И сюда поставим еще одну морозилку. Что такое? А что не хватает? Стального сплава опять не хватает. Да что ж такое-то? Займись уже, братюня. Так, эту разбираем. И эту собираем. Тьма наступает. Ёшкин, ты морковкин. Надеюсь, что все вернулись? Надеюсь, что все вернулись. Вопрос в том, где мы будем сидеть и отбиваться. Я думаю, что вот тут мы будем отбиваться. Вот в этой комнате оптимально. Дверь замуровываем. Так, так, так. Я думаю, отобьемся. Стены они не ломают. Так что есть вариант только получить, ну, как бы, гостей через дверь. Да, но двери они, сволочи, нам ломают по полной программе. Включая, между прочим, экранированные дорогущие двери. Что они там фигачат-то так, а? Вот гады. Зато я понял, что нам кучу коридоров надо еще подсветить. И вот здесь надо подсветку сделать. Тогда и ломать ничего не будут. Сейчас опять этот дурацкий голос. Зачем его ввели? Я никогда не пойму, наверное. Экранированные двери, зараза, опять надо ставить заново. Так, окей. Экранированные двери из стали. Сюда тоже. И давайте вторую сразу вот здесь поставим. Кабелем. И так, ну ладно, все спят, все спят. Мафия просыпается, город засыпает. Так, амбас. И, ну, амбас, можешь еще сбегать, в принципе, за снарядами. Хуже-то не будет. Хотя тебе, может, и будет хуже. Спать хочешь, по-моему, малость. Так, харир практически выспался. Так что можно его отправить поесть и заниматься сталюгой. И переключаем нашу добывающую установку тоже на сталь. Потому что у нас ее уже осталось довольно-таки мало. Вот так вот. Пускай сталь теперь копают. Маврик, злодень. Ты вообще работаешь когда-нибудь? Родное сердце, блин. Люди жрут сырую еду. А какого черта люди жрут сырую еду, кстати? Что-то я недопонимаю вообще. Ты что, жареное не можешь съесть? Почему? Ну, вы издеваетесь надо мной, что ли? Так, давай консоль связи заканчивай. Где она тут у нас? Вот она. И, значит, нам надо сделать еще под жареное мясо вот здесь вот морозилку. Еще одну аксессуары. Морозильная камера из стали. Хотя можно морозильную камеру и из меди сделать. Потому что она будет посимпатичнее. Она не такая прочная, но зато симпатичная. Так, нужны материалы. А что нужно? Резина 15, пластик 10. Пластик опять нам нужен. Так, опять нельзя. Резина. А, резина еще нужна. Ятишки на той жизни, а, блин. Запарило все. Скорее бы у нас амбас или кто у нас там? Вроде он у нас на ремесленника, да? Да, он у нас на ремесленника. Вот скорее бы он что-нибудь прокачал себе уже. Так, склад у нас максимальный. Нет, здесь будет высокий приоритет. А вот здесь вот будет повышенный приоритет. Потому что максимальный у нас будет вот в этих вот наших морозильничках. Так, Грини, Арбайтон, куда теперь? Работать дальше. Так, убрать все. И здесь мы, значит, свежее, естественно. И жареное мясо. Вот так вот. Пускай перетаскают туда все это добро. Кстати, а переставить его можно? Переставить можно. Давайте вот сюда переставим. Кто у нас там это может сделать? Вектор может сделать. И, Грини, давай-ка ты сделаешь, наконец-то, кабели и двери. Госпиталь третий. Наконец-то, блин, этого просто быть не может. Физика. Так, конвертер материи. Вся фигня. Блин, много всего нам открывается. Но мы сейчас потихонечку, потихонечку будем изучать с самого начала. Дождите, мы сейчас можем, значит, у Грини там проблемы с глазами, по-моему, да? Что у нас тут? Левого глаза нету. Давайте, Грини, наконец-то, пересадим, блин, глаз. Так, пересадить левый глаз. Отдых и лечение. Так, почему кровать не переставили до сих пор? Это же не самая лучшая, по-моему, кровать, да? Фактор качества лечения 105. Вот она у нас, самая лучшая. Нет, тогда, Грини, сначала ты переставишь себе кровать, а потом в нее ляжешь лечиться. Вот, док. Я надеюсь, что то, что ты не сильно выспавшаяся, не помешает тебе поставить нормальный глаз, Грини. И желательно не в задницу, как ты это любишь делать. Так, метеоритный дождь у нас начинается. Ребята, вот это, вот это нехорошо, ребят. Особенно учитывая то, что у нас тут дверей нету ни разу. Ой-ё. Значит, нам надо поставить дверь, во-первых. Автоматическую дверь давайте из стали вот здесь поставим. Кто у нас ее может собрать? Собрать ее может вектор, в принципе. Давай займись. Главное, чтобы никто не ломанулся куда-нибудь. Куда не надо. Так, смотрите, мы глаз, мы, кажется, поставили. И причем реально не в задницу. Наконец-то. Интересно, какой уровень для этого нужен? Сможет ли Комс пересадить глаза док? И Грини у нас наконец-то очнулся. Глазастый теперь и радостно довольный. Что у нас вообще там по пересадке глаз там? Давайте мы сейчас... Так, электронный комп... О, кстати, а ИИ мы теперь можем поставить? Нет? Можем. Ёшкин ты, Морковкин, сколько перед нами открывается возможностей. Док. А, док надо поспать вообще-то, конечно. А, ну все. Она пошла ИИ имплант ставить Грини. Ну, сейчас она запорит этот ИИ имплант. Я почему-то вот так думаю. Нет, смотрите, не запорола. Прямо... Да, ребята, это прямо праздник какой-то. Зрение улучшено, сознание ужасное. Ну, сознание ужасное, понятно, под наркотой лежит. Так, кстати, я вот тут заметил, что у нас здесь вот нету полов. Ну, здесь вот у нас их вообще давным-давно нету. Давайте тоже поставим. Сейчас он у нас очнется, и все будет замечательно. Отлично. Значит, здесь вот мы сейчас можем вырастить еще парочку глаз и пересадить док глаза. Или можно там ей провести какую-то операцию и так. Пулевое ранение? Нет. К сожалению, нельзя, поэтому придется выращивать ей глаза новые. Делает она глаза. Так. И что там, значит, у нас добавить задание? Пересадить правый глаз. Вопрос на засыпку. Что нужно для того, чтобы его пересадить? Ладно. Для начала надо, чтобы отдохнуло. Гринни встанет вот с этой кровати, освободит нормальное местечко. И тогда можно будет уже заниматься. Работорговец. Док, док, док. Давайте посмотрим, кто у нас там у работорговцев есть. Да, в общем-то, как обычно, никого у них нету. Вот есть у них антибиотики, которые надо обязательно прикупить. И можно им запродать тут всякое безобразие, типа дубленой кожи. Давайте мы 460 продадим. Шкура Фенрира. Туда же уходит Альфа-Лошкура Мегатерия. Тоже уходит Лося. Волка, Игуаны. Зайца оставляем пока Эму. Все вот это вот уходит. Я думаю, что минус 200. Вот так вот шкур с белого медведя. Это все мы продаем. Продаем. Медикаменты покупаем. Все, что есть. Копье потрясения. Продаем. И больше. Ох ты, ешкин ты, кот. Какие классные ништяки-то у них тут есть. Но, блин, денег. Денег жалко. Кибернетические почки. Блин, нормально так. У нас тут появилась медицина. И антибиотиков куча тоже. Лягуа, давай-ка антибиотики тоже перенеси на место, где они должны лежать. Грини, ты когда очнешься? Так, а кто сделал Харриет? Подождите секундочку. А Харриет какой уровень у него вообще ремесла? 15-й говно сделал, небось. Нет, смотрите, превосходно. А почему пуховик превосходный отправился туда? А потому что у нас здесь на складе нормальный приоритет. Отличный вариант. Амбас, что у тебя по вещам? Вот, тебе это надо явно. По табличке, по табличке у Амбаса у нас... Да, минус 35. Давай, оде... Чего? Занято Лягуа? Лягуа может отдохнуть, в принципе. А вот Амбас одевает. А Лягуа все, отдыхает. Вот. И что у нас теперь по табличке у Амбаса? 155... Ой, 55. 155, это я, конечно, загнул. Ладно, давайте попробуем док сделать операцию. Ну, так. Компс, ты можешь провести операцию? На уровень навыка необходимый маловато. Понятно. Значит, добавить умения. Медицина. Где у нас медицина? Двадцатка у дока. Дальше только компс с восьмым навыком. А сколько нужно-то, мне интересно. Так, а где пишут вообще, сколько нужно навыка? Кто-нибудь мне может сказать? Ясно, печаль, беда, огорчение. Давайте тогда отменим пока. И отправим... Нет, 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 нет. Вот этого не надо делать. Компс, давай-ка ты пойдешь еще качнешь вот здесь вот медицинку-то. Я думаю, что где-то, наверное, 12 нужно. Или около того. Короче говоря, много. Обломались мы с глазами для док. И это печально. Так, восемь. Да, ребят, медицину он качать будет еще очень и очень долго, судя по всему. Проще нам реально набрать каких-то новых товарищей. В племя с нормальным навыком медицины. И тогда уже починить глаза для док. Оборону мы тоже нифига не сделали. О, Грини у нас. Как у нас Грини себя чувствует? Грини себя чувствует замечательно. Давайте быстренько закончим вот здесь вот линию обороны. Хотя бы в примитивном таком вот виде. Кстати, что у нас тут валяется? Детали 80-миллиметрового миномета. Так, значит, у нас сделан еще один пуховичок. Превосходно. Что по таблице у нас? По таблице у нас у Харри 39. А, кстати, а что у Харри с вещами? Грубая куртка. Отстой, короче. А, нет, подождите. Пуховик есть уже. Ясно. Ну, кто-то, может быть, возьмет. Лигуа он взял. Грини тем временем практически построил нашу линию обороны. Сейчас вот еще амбразурами займется. Так, земледелие в медицине. Ракетные установки, мебель для спальни. Чего только нету. Металлургия давайте следующего уровня. Да, расстроило меня, конечно, то, что у нас нету медика второго, чтобы док починить глаза наконец-то. Ну, а что делать? Значит, отсюда тело надо бы тоже перенести, а тело некуда переносить. У нас тут вообще просто все забито. И давайте вот здесь вот экранированную дверь из столюги поставим. Также нам надо энергию, значит, кабели протянуть. Здесь везде, в принципе, надо протянуть кабель. Пускай будет. Лишним точно не будет нам. Вот так. Так. Ну, как-то так вот. Так, здесь уже стоит. И где-то вот здесь нам тоже надо свет, наверное, поставить, в принципе. Нужна ли нам линия обороны вот здесь, я пока еще не решил. Вторая. Ну, давайте ее пока оставим. Черт его знает, как что сложится. Но зато нам точно надо здесь замостить все полы нашей любимой мраморной плитой. Вот так вот мы мастим все это дело. Так, наверное, вот как-то вот так вот еще. Здесь, естественно. И так, надо подумать, где нам... Вот здесь вот, скорее всего, везде будет у нас крыша. Добавить область крыши. Ну, она у нас тут и так везде есть. Вот так вот поставим. И вот здесь вот везде тоже крышу сделаем. Так, по поводу, значит, надо будет единственное, что решить, куда нам поставить минометы. И, соответственно, там крышу мы уберем. Но сначала везде ее поставим. Так, Амбас, ты куда собрался-то? А, ты трубачки носишь. Ну, в принципе, занятие правильное. Надо будет потом только не забыть ему зону убрать. Ну что, оборона у нас с вами закончена. На этом мы с вами будем прощаться. Кстати, к нам тут голодные звери пожаловали. Но с ними разбираться мы будем уже в следующей серии. Если вам понравилось это, то не забываем ставить лайки. Подписываемся на канал, если вы еще не подписаны. Заходите в группу ВКонтакте на стримы. Ну, в общем, вы все сами знаете. А с вами был Гринни. Всего доброго и всем пока.